Весокос Очень неожиданно, все говорили только 29-го не роди, а вот так получилось, что утром отошли воды. Пока будущая мама ждет появления своей дочери Евы, на другом этаже спит малышка Алина, обладательница уникальной даты рождения. Она появилась на свет в 4 часа утра. Для ее мамы это третьи роды. Мы приехали уже с интервалом, где-то 10-15 минут был между схватками, ну в приемное сразу к ребятам. Врач спустился, сделал УЗИ, посмотрел, и оформились, поднялись в родовое отделение. И это тот случай, когда предполагаемый срок совпал. Поэтому родители заранее продумали, какую дату выберут для ребенка. Сначала мы как-то переживали, потому что нам сказали, что надо писать 1 марта или 28 февраля. Но решили оставить как есть. Ну и что, будем праздновать 1 марта, а высокостный год будем праздновать 29 февраля. Соседка Яны по палате Ситора также родила ночью. Мальчика. Это второй ребенок. Несмотря на то, что к числу были предрассудки, в документах решила оставить 29 февраля. А вот над именем сына пока думает. Ну, было чуть. Ну, как-то. Четыре года один раз, видите, совсем интересно. За профессиональную карьеру Рашида Ибрагимовича, врача-акушера с 23-летним стажем, дежурства выпадали в праздники и даже на смену века с 99-го года на 2000-й. Конечно, и в редкую дату, 29 февраля, принимал роды. Признается, на появление детей она никак не влияет. Но один необычный случай с високосным годом в карьере все же был, когда ночью, 28 февраля, поступила пациентка с двойни. Роды прошли успешно. Первый из них родился 28 февраля в 23.50, а второй родился 29 февраля в 0 часов 10 минут. И, исходя из суеверия, что заранее не празднуют дни рождения, пациентка попросила, чтобы в дате рождения было указано именно 29 февраля. На момент утра 29 февраля в Одинцовском роддоме появилось двое детей. Еще две роженицы находятся в родовом блоке и готовятся стать мамами. А это значит, что 29 февраля – дата, может, и необычная, но точно счастливая для родителей. Карина Геряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.